Друзья, всем привет! Сегодня у нас очередная гоночная серия по спортивному автомобилю. Как вы можете заметить, движок до сих пор поднят, а это нам говорит о том, что болид он до сих пор не разобран. Просто хочется закрыть уже вот этот вопрос с установкой двигателя. Для этого мне нужно будет выточить пару кронштейнов, для этого мне нужно здесь все усилить. Слово говоря, я уже здесь все усилил. Сейчас буду показывать и сейчас буду вам рассказывать, друзья, как что происходит. Есть даже работы, которые уже не попали в видео, но про них можно рассказать. Например, обратите внимание, как я усилил стенки близ крепления двигателя. Вот по отверстию выпиленному видно, здесь 13 миллиметров карбона. Делаю все постепенно, накладываю различные слои, потому что, во-первых, я сразу не могу это все понять, во-вторых, сразу сделать это просто невозможно в моих условиях. То есть только лишь на одно усиление ушло полдня работы. Усилены борта наружные. То есть вот здесь толщина теперь около сантиметра, но она не распространяется на всю глубину, она высотой примерно 5 сантиметров. То есть получилось такое некое ребро жесткости. Дырка нужна, чтобы прикручивать двигатель к специально созданному кронштейну. Здесь по контуру начиная все потихонечку оккультуривать. Помните, как страшно раньше было? Это будут места крепления капота и нужно снизу еще будет организовать закладные какие-то некие с резьбой. Ну а также еще немножко расширил дырку. Там посмотрим, может быть еще ее немножко нужно будет расширить. Сейчас из-за всех этих дырок машина имеет малую жесткость на кручение. Показываю. Если мы берем за одно колесико и приподнимаем, видно как гнется винтом монокок, сворачивается. Сейчас это примерно 5 сантиметров. Ну что ж, посмотрим сколько это будет, когда я заложу все соты, когда я сделаю все крепления двигателя и все-все-все-все-все. Еще даже сиденье оно будет дополнительно укреплять. И даже пол, который будет одновременно являться диффузором, он тоже будет одновременно все укреплять. И даже боковые воздухозаборники тоже будут укреплять. Ну вот посмотрим. Хотелось бы уложиться в миллиметр-два. Сейчас где-то 50 миллиметров. Все это из-за того, что есть огромные дырки, при том, что они не замкнуты. Дырка под пилота и дырка под двигатель. В этой части, где по кругу все замкнуто как труба, где куча алюминиевых деталей закладных, здесь я думаю, ну даже на пол миллиметра ничего не сгинается, ничего не идет винтом. После того, как сделаю крепление двигателя, мы еще раз протестируем на этот показатель. Для креплений прикупил две болваны и сейчас мы их будем точить. Будет токарный день у меня. Ну а еще хочу выточить нормальные человеческие болты крепления кронштейнов дифференциала. Сейчас они у меня алюминиевые. Это были временки, все вы об этом знаете. Но вот настало время эту мелочь устранить и затратить определенное количество времени. Делать их буду из титана. Вот уже есть определенные заготовки. Досверливаем кружочек и погнали точить. Есть контакт. Красота. Теперь можно опустить двигатель, все измерить и изготавливать токарные детали. Отверстия эти высокоточные. Я их очень долго вымерял. Вот так выглядит. Осталось только сделать крепление сами. КМД замерил расстояние. Все, как вы сами понимаете, просто на самом деле. Берешь и делаешь. То есть все замерил, все размеры точные. Ну а делать, ваять, пилить, точить и фрезеровать, я уже буду понаить. Никакого чертежа нет, все в голове. Но для начала хотелось бы закрыть вопрос с титановыми изделиями, потому что станок настроен под точение титана, друзья, а не алюминия. За первый проход делаю по максимуму. Интересно, какое сейчас усилие на резце, если мы, например, сантиметр титана переводим в стружку. Но станок справляется нормально. Мне нравится. Видно, даже искры проскакивают. Чистовой проход. Деталь довольно длинная. Справлюсь не в первый раз. Пошла резьба. Можно было бы, конечно, проверить гаечкой. Гаечкой все накручивается. Но насколько качественно оно накручивается, никто не знает. А вот если мы проверим калибрами, у меня есть комплект проходной и непроходной. Вот проходной накручивается с таким характерным плотником. А вот, ребята, непроходной не написано. Он, по идее, не должен накручиваться. Да, даже не собирается. Резьба просто идеальная, до соток. Да и мало того, в минимуме допуска, потому что проходной накручивается плотником, как я говорю. Вот тут он крутится, но так не сказать, что легко. Супер. Ну и финал, друзья. Приспособу как установил здесь, так и делаю болтики до сих пор. Итак, болты готовы. Блин, целый день их делал. Потом всю ночь думал, как делать следующие детали. И еще придумал, как сделать сюда закладные. Так что токарки за ночь не убавилось, а прибавилось. Еще думал, какого диаметра выбрать прутки. Хотел сначала 100, потом думал и 110 пойдет. А теперь думаю, наверное, и 120 тоже подойдет. Работаем по принципу, чем больше, тем лучше. Тем более, что это D16T. Авиационный алюминий. Мотор неожиданно крепится болтами М12. Довольно мощными. Я почему-то считал, что будет М10. Сначала сверлю точное отверстие, потом надо будет его расширить, когда все выставлю, когда все будет соосно. Расширить для того, чтобы некий зазор должен быть. Оно все равно держится на притяжке болта, а не на точности отверстия, чтобы легче было собирать, вынимать, вставлять, чтобы ничего не заклинивало. Надо на миллиметр больше отверстия сделать. На мотоциклах так и сделано. Сверлить самым большим сверлом в мастерской всегда очень интересно. С точки зрения прочности было бы выгодно чисто коническую опору сделать. Но я планирую делать еще один крепежный элемент в этом месте. Поэтому сделаю фланец, к нему крепить легче. Гораздо легче. И очень сильно надеюсь, что жесткость сегодня мы повысим. Еще нужно два болта выточить, как оказалось. На Али М12 трудно купить, только до десятки. А здесь М12 и шаг 1.25. Так что уже накинулся. Делаю вот сюда, вот сюда болты. Две штучки. С креплениями двигателя пришлось попыхтеть. Весят они довольно таки много, как мне кажется. Я бы не хотел этот лишний вес вставлять в болит. Ну куда деваться. Изначально задумывалось, что они будут. Весят они в сумме 520 грамм. Сейчас моя задача аккуратненько их внедрить и прикрутить без каких-либо напряжений, чтобы ничего никуда не отжимало, не оттопыривалось, потому что изменится геометрия в таком случае. Именно поэтому мне понадобились сразу болты, чтобы можно было прикрутить на свое место, а с обратной стороны приклеить, чтобы найти позицию. Потому что естественно вот эти все дырочки, то есть вот крепления будут их, они будут просверливаться изнутри, нарезаться резьбатом и так далее. Когда затягиваю, вижу, что образуется клин, значит нужно подточить. Если так в общем сказать, все и всегда нужно подгонять по многу раз. Клеить буду на сверхсильный клей. Он просто намертво приклеивается к алюминию. Вот был как-то в гостях у Дмитрия Палыча и взял себе немножечко. Я уже протестировал, друзья, и это шок реально. Склеивал два алюминиевых прутка в стык. На одной половинке такая картина, на другой половинке точно такая же картина. То есть разрыв произошел по клею. Не там отслоилась от алюминия, а именно по клею весь основной разрыв. И это шок, реальный шок, друзья. Я до этого никогда таким клеем не пользовался. Чтобы его активировать, нужно будет еще нагреть градусов до 60 и все прилипнет намертво. Пока сохнут крепления двигателя, сделаю крепежные втулочки. Их тоже нужно будет приклеивать на тот самый клей. Делать нужно грубо, чтобы хорошо приклеивались. Работа не сложная на этот раз. То есть тут точности никакой нет. Все будет центрироваться на клею и по месту. Делаю пауцы в соответствии с их точностью. Шляпка должна быть коническая. Сделал небольшие лыски, чтобы защитить детали от проворота. Сделал небольшие лыски, чтобы защитить детали от проворота. Не, ну мало ли, а вдруг этот супер клей не выдержит? А детали будут располагаться внутри. Если все это начнет там дико проворачиваться, нельзя будет открутить. Нужно будет ломать что-то, друзья. А этого уж бы точно не хотелось бы. В общем подготовка к стыковке идет полным ходом. Ну а двигатель уже приклеился. Можно его вытаскивать, чтобы показать вам крепление и чтобы двигаться дальше. Заодно проверим, как вытаскивается. Вообще... Опоры сидят хорошо, красиво. Одна и вторая. И они максимально точно подогнаны к двигателю. То есть прикручиваются без всяких напряжений. Тут кроме как пальцем больше ничем нельзя. Уж извините. Хочешь не хочешь, а приходится пальцами размазывать. Да и не одним. 14 закладных, но это еще не все естественно, сидят уже на своих местах. Резьбу, естественно, сразу не нарезал. Ее нужно будет нарезать потом, соосно совместив все детали. Иначе зазоры могут уплыть. А еще, когда есть уже все эти закладные, можно будет снять лишний карбон. Потому что вот здесь он не нужен и не играет никакой роли. Лишний вес. Пока не приступишь к монтажу, до конца не понятно, есть ли вообще какой-либо экшен в видео. Но сейчас, я думаю, он, ребята, по-любому появится, потому что буду показывать дизайн. Что там у меня в этом направлении? Движется дело или не движется? Ну вот, обратите внимание, научился создавать такие облака точек. Начнем с того, что я уже довольно-таки профессионально научился создавать подобные вещи. Здесь нужно как бы не то, что программой пользоваться. Здесь нужно умение визуализировать. Видеть то, что ты, конкретно ты, хочешь от дизайна, хочешь от того, чтобы получилось в модели. Я очень долго думал над тем, как сделать воздухозаборники. Ну вот, вроде бы, друзья, вроде бы что-то получилось. Обратите внимание, это все нужно было создать в голове, в уме и только потом увидеть конечный результат, что получается. Делал я, естественно, все по сечениям, как и обычно. Кто говорит, что во фьюжионе, а это именно та программа, в которой я работаю, невозможно что-либо удобно моделировать. Это просто чушь собачья. Это инженерная программа, в которой именно такие вещи и надо моделировать. Единственное, что здесь меня не устраивает, это скорость работы. Когда уже идут такие вещи, скорость сильно-сильно замедляется. Но в принципе мне спешить некуда, за пару недель создал вот такое. Сейчас буду хвастаться, сейчас буду показывать, что у нас здесь по дизайну. Их будет два воздухозаборника одинаковых, хотя можно было бы сделать их асимметричные. Потому что в одном я хочу размещать радиаторы. Мотоциклетные радиаторы, вот я их вам чуть позже покажу, я их уже приобрел. Взял два именно от того мотоцикла, от которого используется двигатель. Только там один стоял, а у меня будет два. Я их опять же замоделировал и вот так они будут стоять, они будут подключаться последовательно. Причем тот радиатор, который перед входом в двигатель будет, он будет устанавливаться спереди. Именно так можно получить лучшее охлаждение. А тот, который сразу горячий будет, то есть холодный спереди стоит радиатор, а горячий сзади. Вот как-то так получается, что оно охлаждается сильнее. И обратите внимание, они стоят под углом, они искривленные и они смотрят как бы вытянутую часть воздухозаборника. Ну а внизу, когда проекция радиаторов уже более-менее квадратная, сечение тоже становится более-менее прямоугольное, но все равно с плавными изгибами в отличие от вот этого сечения. Здесь оно именно в сам воздухозаборник переходит. Ну а сзади должен быть удобно обтекаемый вариант и плюс красиво должно быть и плюс должна быть линия верхняя. Близко к верху, чтобы я мог туда вложить усиливающую балку. Именно так я хочу еще дополнительно повысить жесткость кузова на кручение. Друзья, обратите внимание, сколько параметров приходится сразу учитывать. Все это должно быть в размерах. Здесь все до миллиметров. Ну ладно, хватит вас томить. Давайте уже подключим, наверное, оконечный вариант воздухозаборников. И посмотрим, как они выглядят. Вот, обратите внимание, что из этих сечений получается. Я вам уже много раз показывал, как это делается. Это делается лофтом. Ну, наверное, в этой серии я еще раз вам покажу чуть-чуть попозже. А сейчас эскизы выключу, чтобы можно было насладиться дизайном этих воздухозаборников. По-моему, они прекрасны, друзья. Обратите внимание, какие сложные формы. Все гармонично получается. Снизу вот видно пустота. Здесь я перемоделировал и сделал плавник. В общем-то, на болидах эта штукенция присутствует. И смотрите, как плавно воздух будет идти. Вот так по линии. Линия будет более приближена к корпусу, потому что там лунка такая своеобразная. Ну, короче, круто, друзья. Это то, о чем я мечтал. Все линии плавные, все очень гладенько, все красиво. Но это просто сказка. Оно будет еще круче выглядеть, потому что здесь будет отверстие. Я его, естественно, не делал. У меня будет из пенопласта фрезероваться все это дело. И в общем-то, если мы с вами и вы и я этот проект, этот дизайн одобрим, то можно будет уже отдавать на фрезеровку. Но перед тем, как сделать воздухозаборники, нужно было определиться с полом. Как бы это странно не звучало, но пол здесь вот такой сейчас у меня. Пока что решил остановиться на этом варианте. Сзади огромный диффузор с плавными линиями перехода. Диффузор можно было бы для красоты, как многие делают на крутых тачках. Более задротый диффузор можно было сделать. Смотрелось бы гораздо круче, но я начитался литературы. И меня смутило то, что нельзя этот подъем, этот угол делать слишком резкий. Будет срыв потока. Я обратил внимание, что на формулах 1 и на довольно-таки серьезных тачках, которые не продаются спорткары, а которые именно участвуют в соревнованиях. Типа лимана, типа еще чего-то, кузовные модели и так далее, полу спорт прототипы и спорт прототипы. У них именно плавный подъем диффузора. Я уже не помню, но там что-то около 10-13 процентов максимум, точнее градусов. У меня здесь около 14 градусов на этом заднем участке. Здесь около 11, ну и меньше-меньше. И он у меня такой плавный, не резкий, допустим, раз и поднялся. Он у меня идет аж, ну так сказать, где-то 0,6 занимает весь подъем. Это довольно-таки много, делают поменьше обычно. Но я в угоду того, чтобы сделать все-таки этот подъем повыше в итоге. Чтобы создавалось гораздо большее разрежение и еще из теории запрещают делать его слишком низко этот пол. Если включить колеса, обратите внимание, у меня сейчас на больших колесах где-то 80 миллиметров клиренс. Он будет при создании прижимной силы на пару сантиметров уменьшаться, то есть где-то 5 сантиметров. Но когда мы ставим маленькие колеса, потому что он под большие не рассчитан, под обычные, под те, что сейчас стоят, он рассчитан под более мелкие, под более легкие. Тогда клиренс будет еще ниже и ниже трех сантиметров его делать не рекомендуется, потому что прижимная сила от пола, когда используется именно плоский пол и сзади диффузор, она просто-напросто начинает пропадать. Сейчас я вам еще один вариант пола покажу. У меня их было очень много на самом деле. Тут вот получается такой составной пол у меня еще есть. Более дерзкий, более крутой, вот с тоннелями такими, ребята. Это полутоннели в Вентури. Не обязательно делать прям в Вентури настоящие Вентури, Вентури. Здесь очень сложно все рассчитать. То есть входное устройство, это надо продувать и так далее. Если мы просто делаем расширяющийся диффузор, пускай он в виде тоннеля будет, он будет гарантированно работать. У этого пола гораздо больший подъем. Здесь будут срывы потока происходить обязательно и будет потеря эффективности. Очень сложно завязать с красивым воздухозаборником, чтобы вот здесь линия такая плавно шла. Опять же крадется место под радиаторы, потому что пол не плоский. Здесь тоже тоннели идут. Тут еще было доработано. Я видно кусочки удалил. Такие плоские части тоже были, которые как бы герметизируют эти тоннели. И очень плохо завязать с плавником рассекателем, который стоит спереди. Поэтому решил от такого сложного пола отказаться. Его надо было проектировать изначально, а потом уже весь остальной монокок и болит. И его место занял классический плоский пол с диффузором, который гарантированно будет работать. Не будет каких-то непоняток, не будет туманной, непонятной беспродувочной работы. Это все нужно продувать. Это тоже, по идее, нужно продувать. Я уже накачал программы, хочу их использовать. Но не знаю, дойдет до этого дела или нет, пока вам показываю дизайн. Не знаю, стоит ли вам показывать антикрыло, на котором я уже тоже, в общем-то, остановился. Ладно, мельком покажу, потому что скорее всего антикрыло буду совершенствовать и дальше. Вот как оно будет выглядеть, друзья, состоять из таких крылышек аэродинамически совершенных. То есть здесь будет просто сумасшедшее давление создаваться и будет прижимать, наверное, не хуже диффузора. Обычно диффузор 60 процентов прижимной силы создает. Заднее антикрыло примерно там 20 процентов, переднее тоже 20 процентов. Вот так выглядят сейчас боковушки. Но так как я буду колеса, получается, переносить туда, то и боковушки надо будет немножко видоизменить. А возможно и диффузор, потому что здесь вот место должно быть подходы подвески. А оно сейчас... Да нет, но тут места на самом деле очень много, так что диффузор можно будет не изменять. Я думаю, все нормально, друзья. Ну что вы скажете по этому дизайну новому обновленному? Перед тем, как показать вам те супертехнологии, которые я сейчас использую, сделаем небольшой обзор на покупки для болида. Вот это всё, вся эта куча приобретена для продолжения проекта. Обратите внимание, друзья, вот они, те самые два радиатора, которые я вам показывал. Абсолютно нульцевые. Также к ним взял патрубков. Ну что-то с патрубками я, по-моему, борщинул. Они очень качественные, но что-то как-то здесь слишком много корда. Они что, под 100 атмосфер давления, что ли? Короче, это силиконовые патрубки, толстоватые они, значит много веса. Вот в чём нюанс. Так что по патрубкам вопросы, они, видимо, тяжеловатые. Ну, по крайней мере, качественные. Далее я вам показывал как-то коллектор. Коллектор, в общем-то, не подходит к моему мотору. Это от такого же мотора, только более мощного. И в итоге трубки большего диаметра придется либо переваривать и, опять же, заказывать ещё один коллектор, но тебе подешевле уже стоит, либо как-то что-то ваять самому. Также для продолжения коллектора я взял две трубы титановых. То есть это для того, чтобы подключать глушитель вот сюда. Их можно немножечко расточить и они как раз в аккурат будут насовываться. Здесь лежат те самые лютые супер технологии. Ну я вам уже показывал, это соты алюминиевые. Но здесь у меня и 10 миллиметровые соты и 20 миллиметровые соты. В развернутом виде выглядят они вот так. И они по идее раза в четыре будут более жесткие, чем 10 миллиметровые. Я уже заложил пластину испытательную из карбона и алюминиевого сотового наполнителя. И очередной раз мы ее испытаем. Пластина из 10 миллиметрового выдержала, по-моему, 27 килограмм. Вот посмотрим, сколько выдержит из 20 миллиметрового. Идем дальше. Эпоксидка, друзья, наконец-таки я ее взял. Как только появилась она на складе, я сразу же заказал. Получается в сумме здесь более 20 килограмм эпоксидки. Это ведро, оно не полное. Это температурно стойкая эпоксидка, здесь где-то пол ведра. Ну я думаю, мне ее хватит на моторный отсек, здесь около 6-7 килограмм. Ну а здесь 14 килограмм той самой моей эпоксидки, с которой я полностью делаю монокок болида. И не хотелось бы мешать, не хотелось бы делать что-либо с другого эпоксидка. Хотя она, друзья, очень-очень просто нереально дорогая, просто нереально. Поэтому для экономии, для каких-то других элементов, например, для антикрыльев, которые не связаны с монококом, я взял еще и другого эпоксида. Это жидкая смола. Это EPR 320. Ее тоже используют для изготовления карбоновых деталей. Она тоже очень хорошая. Может быть даже она покрасивее, потому что она прозрачная и она не будет желтить карбон. Вот. Ну а здесь у нас дичь. Это, короче говоря, вспенивающаяся эпоксидка. Может быть, я ее буду куда-то применять, где нужно заполнять полости, чтобы не было пустоты. А это, друзья, микросфера. Это ведро 10-литровое или не знаю сколько здесь литров, весит всего лишь один килограмм. Вы можете себе представить? Это лютая, просто нереально лютая вещь. Я ее открыл на улице и сразу ветром начала уносить эту микросферу. Не знаю, как вам получше показать, но это офигеть, что за тема. Вещь просто невесомая и я ее уже использую. Делал образцы тестовые. Здесь по максимуму добавлял в эпоксидную смолу, в любую эпоксидную смолу может добавляться. Здесь у нас 20 квадратных сантиметров, кубических точнее. И вот эта тема весит 9 грамм, получается. Тогда, когда с обычной эпоксидной смолы, она бы весила гораздо более 20 грамм. Если нужно где-то что-то замазывать, где-то заполнять какие-то пустоты полости, но не нужна какая-то супер прочность, там супер адгезия, то вот эта вещь идет именно туда. Ну и вот еще одна дичь, это вспенивающаяся эпоксидная смол. Ну что-то как-то она мне пока не зашла, но тоже вес у нее очень маленький. Также в качестве загустителя я еще использую аэросил. Это вот такая вещь, напоминает микросферу, но она как-то особо вес не уменьшает. Но очень сильно загущает эпоксидную смолу, она после нее перестает течь и можно намазывать, опять же замазывать всякие щели, либо склеивать что-либо. Так вот, используя все эти вещи, я уже приступил к оклеиванию с внутренней стороны монокока сотами. Здесь в углу у меня сложное место, соты проходят насквозь и карбон будет проходить насквозь. Пришлось сделать дырки, технологические отверстия, потому что балка должна быть монолитная, иначе прочности мы не достигнем. И как раз таки самая большая прочность должна приходиться на отбортовку. То есть на место, где располагается отверстие пилота. Там нужно максимально все усилить, чтобы было минимальное скручивание. Здесь еще добавятся скругления, которые будут повторять форму спины, либо форму сиденья. Соты очень сложно наклеивать, но потихонечку думаю справлюсь. Сначала наклеиваются они, а потом уже сверху все это дело карбонизируется. Внутри работать не очень приятно будет с карбоном, но радует то, что здесь не нужно будет делать так уж много слоев. Внутри, я думаю, миллиметра полутора будет достаточно. Это нужно лишь для повышения жесткости, а все крепежные вещи, то есть колеса и прочее прочее у меня крепится к толстому монококу. Здесь где-то 4-5 миллиметров. Ну еще по мелочи. Вот вам на затравку, поскольку я покупаю перчаток. Вон лежит сразу три пачки. Это алмазные коронки. Нужны они для пробуривания отверстий. Вот, кстати, сейчас мы задействуем эту коронку. Давно хотел это сделать, получить красивое отверстие. И, как оказалось, алмазом пилится очень хорошо. Готово. Отверстие под шрусы. Все выпиленные образцы я сохраняю. Они пригождаются для того, чтобы проверить точечно, какого качества карбон в том или ином месте. Но пока все говорит о том, что карбон высококачественный. Надо доработать ушки, потому что это одно из самых главных сегодняшних видео. Ну что ж, ушки сопряжения получились довольно-таки симпатичные. Программа минимум получается на сегодня выполнена, друзья. Ну и плюс мы сделали несколько болтов, сделали замечательные крепления и начали клеить соты. С этой стороны я балочку уже полностью вклеил. Обратите внимание, как прижимаю. Видите, тупо поролоном он дает равномерный отжим и подпираю палками. Но делать в таком положении крайне неудобно и надо разбирать болид, ставить на бочок все это дело и делать попеременно. Сначала один бок, потом второй бок. Потому что работы здесь много. Это еще не все соты. Также будет еще внутри оклеиваться. Просто делается такое разделение, чтобы именно эта балка была максимально прочная. А внутренние соты, которые будут в глубине, они будут с меньшими слоями карбона. Ну и может быть где-то будет более тоненькие. То есть десятые соты, а не двадцатые. Тут, ребята, все идет постепенно. По-другому просто никак. Это невозможно. Ну а теперь под завязку испытание свежеиспеченной балки с 20 миллиметровыми сотами. С 10 миллиметровыми точно такая же выдержала 27 килограмм и прогибалась более чем на полутора сантиметра. Насколько мне не изменяет память. Смотрим, что будет здесь. Вот уже стоит 10 килограмм. Это мой тензо-датчик и мы с вами берем нагло просто делаем вот так. Добавляем еще нацать килограмм. То есть 80 килограмм я добавил плюс 10. Сейчас 90 килограмм уже в три раза больше выдерживает. Но как-то хрустят соты. Смотрите, какой прогиб. Прогиб небольшой. Вот линейка. Смотрим, какой он. Мне, к сожалению, не видно. Тут уже опыты такие требуют большой массы. Ну вот так, друзья, 90 килограмм держит. Сейчас будем испытывать дальше. По всем правилам минимум в четыре раза такая конструкция должна больше выдерживать. То есть толщину в два раза увеличили при прочих равных. А нагрузка должна в четыре раза увеличиться. Ну смотрим. Увеличилась. Увеличилась. То есть теория совпадает таки с практикой. Создал новую установку. На этот раз мы будем давить домкратом. И прибавлять нужно будет всего лишь вес тензо-датчика 10 килограмм. Сейчас домкрат в натяге. Уже показывает 22 килограмма. Ответная труба выставлена очень-очень вертикально и упирается прямо в потолок, друзья. Вон там. Здесь особо напрягаться не нужно. Можно просто аккуратненько давить и смотреть, следить за всеми показаниями. За прогибами, изгибами и прочими вещами. 60 килограмм. 90 килограмм. Прогиб сантиметр. 120 килограмм. Прогиб полтора. Сломается, чувствую, скоро. 120, 140, 150. Так, прогиб 2 сантиметра. Штукатурка уже сыпется. Надо будет ловить трубу, когда лопнет, чтобы по башке не дала. 160. Хрумтят алюминиевые соты, но 170 килограмм держит. Обратите внимание, друзья, уже здесь пенопласт согнулся. Продавился жестко, но карбоновая деталь все еще держит. Удивительно. 168 килограмм нагрузка плюс 10. 178. Неужели 200 будет? 200 почти, но уже, по-моему, все. Хрустит, вертит, да, все. Ну как я и говорил, надо это все успевать ловить, ничего не успел. Слом произошел по сотам, а сам карбон выдержал с двух сторон. Но соты не смялись, как я думал. Хотя может быть и смялись сначала. Есть какая-то ощутимая деформация там. Но это только в этом месте. Давайте отломаем кусок карбона и посмотрим, что там происходит. Видно, что соты здесь проклеились недолжным образом. Маловато было эпоксидной смолы. Надо принять во внимание этот факт. Снизу проклеено очень жестко. Там прям залито все и там ничего не отклеилось. Какие-то такие интересные испытания. Наработка технологии идет, ребята, постепенно. Ну а у меня, пожалуй, на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите Лойсом. Всем пока, друзья. До новых встреч. Скоро увидимся.